Питер Мэйл. Год в Провансе. Читает Павел Конышев. Январь. Тот Новый год начался для нас с ланча. Традиционное празднование с его ночным обжорством, слегка натужным оптимизмом и обреченными на провал планами всегда оказалось нам сомнительным поводом для веселья. Поэтому, услышав, что 1 января в соседнем городке Лакост владелец ресторана Ле Симьян предлагает своим постоянным клиенткам праздничный ланч из шести блюд, сопровождаемых розовым шампанским, мы сразу же решили, что такое событие послужит отличным началом для грядущих 12 месяцев. Мы приехали к половине первого. И небольшой ресторанчик со сложенными из камня стенами был уже полон. С первого взгляда делалось ясно, что наполнить некоторые из присутствующих здесь желудков задача непростая. Многие гости, прибывшие целыми семьями, радовали глаз приятной дородностью, очевидное следствие той излюбленной французами традиции, что заставляет их ежедневно проводить два или три часа за столом, не отрывая взгляда от тарелки и почти не отвлекаясь на посторонние разговоры. Владелец ресторана, тоже весьма крупный мужчина, тем не менее в совершенстве владевший искусством порхания вокруг столиков, по случаю праздника надел бархатный смокинг и бабочку. Его напомаженные усы дрожали от энтузиазма, когда он оперным и речитативом представлял меню. Куагра, мусс из омаров, запеченная говядина, зеленый салат с оливковым маслом, изысканнейший выбор сыров, десерт неправдоподобной легкости, дежестивы. Эту гастрономическую арию ресторатор повторял у каждого столика, а в завершении так смачно целовал сложенные вместе кончики собственных пальцев, что вполне возможно в итоге на губах у него образовались мозоли. Когда смокла последняя бон аппетит, в зале установилась сосредоточенная почти благоговейная тишина. Ничто не смеет отвлекать настоящего провансальца от поглощения пищи. Двигая челюстями, мы с женой вспоминали множество предыдущих встреч Нового года. Большинство из них происходило под покрытым непроницаемыми черно-серыми тучами английским небом. Сейчас, глядя на безупречную лазурь над головой и залитую солнечным светом улицу, мы с трудом верили, что на календаре первое января, но окружающие дружно уверяли нас, что все это абсолютно нормальное состояние природы. В конце концов, мы живем в Провансе. До этого мы не раз бывали тут как туристы. И все отведенные нам две или три недели жадно впитывали блаженное тепло и щедрое солнце. И уезжая с облупленными носами и тоской в сердце, мы каждый раз обещали себе, что когда-нибудь обязательно останемся здесь навсегда. Короткими серыми зимними днями и долгими мокрыми летними мы часто вспоминали об этом рае, жадно всматривались фотографии напоенных жарой виноградников и деревенских улочек и мечтали о том, как по утрам нас станет будить солнце узкими полосками пробивающееся в спальню через неплотно прикрытые жалюзи. И вот однажды, к нашему собственному удивлению, мечты превратились в реальность. Решение было принято и обратный путь отрезан. Мы купили дом, закончили курсы французского, распрощались с друзьями и знакомыми, переправили через ла-манш двух наших собак и сделались иностранцами. Все произошло с поразительной скоростью, и причиной этому стал дом, который мы увидели однажды в полдень, а к обеду мысленно уже поселились в нем. Дом стоял чуть выше узкой дороги, соединяющей два средневековых горных городка – Менерб и Баньё. К нему вела хорошо утоптанная дорожка, бегущая сквозь виноградник, а потом под сводами старых вишен. Это был настоящий масс жилища Фергера, двести лет назад построенный из местного камня, который за прошедшие годы под влиянием солнца и ветра приобрел волшебный оттенок, средний между бледно-медувым и жемчужно-серым. Жизнь дома началась в восемнадцатом веке, и тогда он состоял всего из одной комнаты, но постепенно, как это принято у деревенских жилищ, разбухал, чтобы вмещать все увеличивающееся количество детей, бабушек, пос и фермерского инвентаря, и, наконец, превратился в довольно просторное трехэтажное строение неправильной формы. Все в нем выглядело до крайности основательно. Даже винтовая лестница, ведущая из винного погреба наверх, была сложена из массивных каменных плит. Стены метровой толщины возводились словно специально для того, чтобы противостоять знаменитому местному мистралю, ветру, который, как здесь говорят, отрывает уши у ослов. Сзади к дому примыкал просторный, наполовину крытый двор, а за ним располагался бассейн из белого камня. Кроме того, при доме имелись три действующих колодца, несколько старых деревьев, дающих густую тень, ряд зеленых стройных кипарисов, пышная изгородь из розмарина и гигантское миндальное дерево. Под ярким полуденным солнцем, с окнами, сонно прикрытыми деревянными ставнями, он был неотразим. У дома имелось и еще одно немаловажное с нашей точки зрения достоинство. И он, и вся прилегающая к нему местность были надежно защищены от циничных покушений со стороны современной сельской архитектуры. Французы питают прискорбную страсть к возведению хорошеньких домиков везде, где это возможно, а иногда и невозможно. И особенно в местах наиболее живописных и до того неиспорченных цивилизаций. Мы с ужасом наблюдали за тем, как отвратительные коробки из розового бетона, особого веселенького оттенка, не выгорающего ни под каким солнцем, со всех сторон обступали и грозили вот-вот погрести под собой старинный и прелестный городок Апт. Очень немногие местности во Франции защищены незаконам от подобного надругательства. И в наших глазах ценность дома сильно возрастала от того, что он находился на территории государственного заповедника, границы которого не смела пересечь ни одна самая отчаянная бетономешалка. Прямо за домом, к небу, на тысячу метров вздымались горы Люберон. А потом, подобно королевской мантии длиной в сорок миль, не спадали с запада на восток глубокими плавными складками. Их покрытые кедрами, соснами и вечно зелеными дубами склоны давали приют кабанам, кроликам и множеству пернатой дичи. Среди камней росли полевые цветы, тимьян, лаванда и грибы. А с вершины в ясный день открывался вид на нижние Альпы с одной стороны и Средиземное море с другой. Большую часть года там можно было проходить весь день, ни разу не увидев ни машина, ни живого человека. Мы привыкли считать горы естественным продолжением собственного сада, специальным раем для наших собак и надежной защитой, но случай, если соседям вдруг придет в голову идея напасть на нас с тыла. В деревне, как мы очень скоро выяснили, соседи имеют гораздо большее влияние на вашу жизнь, чем в городе. Можно годами жить в своей квартире в Нью-Йорке или Лондоне и ни разу не поговорить с людьми, обитающими за тонкой стенкой в каких-нибудь шести дюймах от вас. В деревне же вы становитесь...